Всем привет! С вами Варлорд и сегодня я сделаю обзор на набор Лего Супергероя Марвел под артикулом 76.039. Финальная битва Человека-муравья. Рассмотрим коробку. Наверху видим, что это Лего Супергерои, возраст, способность сборки, от 6 до 12 лет, артикул набора и его название. Внизу справа показаны три фигурки, которые есть в этом наборе. С задней стороны коробки показаны все функции этого набора и то, что здесь есть небольшой комикс. По коробке это всё. Далее мы посмотрим на инструкцию и комикс. Сборка набора у нас начинается на третьей странице и заканчивается на 57 странице. Далее нам ещё раз показывают все функции этого набора. Далее перечень всех деталей, которые в нём есть, на двух страницах. Потом показаны наборы, которые есть в наборах Лего Супергероев второго полугодия 2015 года. После этого рекламка игры по Марвел, рекламка Лего Клуба и рекламка выиграет набор Лего. Далее мы посмотрим на сам комикс. Итак, озвучивать это я не буду и просто покажу вам картинки. Кому надо, нажимайте на паузу. На этом комикс про Человека-муравья заканчивается. Здесь у нас есть комикс по Человеку-пауку. Далее мы посмотрим на фигурки, которые здесь есть. Их три и они уникальны и встречаются только в этом наборе. Первая мини-фигурка это Человек-муравей. Она очень крутая, преимущественно из-за его шлема. Который выполнен довольно интересно. У Человека-муравья два выражения лица. Первое и второе. У него есть бринты спереди, на ногах и сзади. Далее мы рассмотрим мини-фигурку Хэнка Пима. Фигурка похожа на предыдущую, но отличается цветом. У фигурки есть бринты спереди, на ногах и сзади. У нее также два выражения лица. Вот первое и вот второе. Также к этой фигурке прилагалась черная голова. Я предполагаю, она нужна для того, чтобы он мог поставить свой шлем и вот так вот его держать. Теперь рассмотрим третью и на мой взгляд самую необычную фигурку в этом наборе. А именно желтого жакета. У него есть бринты спереди, на ногах и сзади. На нем надет крутой шлем, под которым скрывается одно выражение лица. За фигуркой расположена некая конструкция, благодаря которой он может стрелять при нажатии вот этой кнопки. По мини фигуркам это все. Также в наборе присутствует супер джампер. Насколько я знаю, эту детальку ложат почти в каждый набор с супергероями. Нужна она для того, чтобы вы могли поставить фигурку и запустить ее в воздух. Но делать этого я вам не советую, так как это портит ноги мини фигуркам. Также в наборе есть два муравья. Они встречаются только в этом наборе и поэтому считаются уникальными. Итак, теперь рассмотрим сам набор, точнее его первую часть. Она представляет из собой два лего кубика. На них есть три наклейки с названием лего. И также они представляют из себя вот такую вот катапульту. В наборе есть вот такой вот гвоздь, на котором есть тоже наклейка. Катапульта работает таким образом. Вы нажимаете на эту часть и выстреливает вот такая вот деталька лего. Для того, чтобы показать масштаб, в котором происходит битва, в наборе также есть еще две маленькие обычные детальки лего. Теперь рассмотрим основную часть набора, а именно гигантского муравья. У него двигаются почти все части тела, начиная от головы и заканчивая ногами и его задней частью. На муравье есть две уникальные детали, а именно эти крылья. Выполнены они из очень приятного материала и больше нигде не встречаются. Из функции на муравья можно посадить мини-фигурку. Итак, подытожим обзор. Набор вышел довольно маленький, но очень интересный. Преимущественно из-за трех уникальных фигурок. Также муравей порадовал своими размерами и уникальными деталями. Хочу поблагодарить своих старых подписчиков за то, что остаетесь на моем канале и поприветствовать новых. Постараюсь в ближайшее время порадовать вас новыми интересными обзорами. На сегодня у меня все. Если вам понравилось мое видео, то обязательно ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok